В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В Москве сегодня обсудили и осудили пакет Яровой. Наша съемочная группа оказалась в центре событий и узнала, почему большинство против нового закона. И опять провал. В Гороще земля вновь уходит из-под ног. Последствия вступления по праву к антитеррористическому пакету, так называемому пакету Яровой, сегодня обсуждали в Москве. Круглый стол посетили руководители российских операторов связи, аналитики, представители же власти отклонились от этого обсуждения. Закон гласит хранить все у всех людей по всей стране. Ложится это все на плечи самих операторов. Им предстоит хранить все истории переписок, записи телефонных разговоров, расшифрованных сообщений, видеосвязь, историю просматриваемых страниц социальных сетей всех граждан России. Чтобы это стало возможно, пока неизвестно, сколько операторам придется понести затрат на создание такой системы. Кстати, оборудование, необходимое для исполнения этого закона в России, не производится. Митинги против пакета Яровой проходят по всей стране. Анна Герцовская сегодня была в Москве и общалась с людьми, которых закон коснется в первую очередь. В Москве состоялся круглый стол, на котором обсуждались возможные последствия вступления в силу по праву к антитеррористическому пакету, так называемому пакету Яровой. На нем присутствовали представители операторов связи, аналитики. Представители власти отклонились от этого обсуждения. Закон гласит хранить все, всю информацию всех людей по всей стране. Ложится это на плечи операторов связи. Факты коммуникации хранить три года и все содержание, включая видеоконтент, включая все письма пользователей, включая все мессенджеры, социальные сети. Полгода. Присутствовавшие отметили, что даже одно только оборудование для хранения подобного рода информации хотя бы в течение полугода потребует 15 миллионов 4-терабайтных винчестеров. Если на винчестеров получается порядка 15 тысяч тонн, то 15 миллионов винчестеров, таких, каждый весит по килограмму, примерно 15 тысяч тонн веса. Мы люди, животные среднего размера, трудно понимаем большие величины, как маленькие. Давайте переведем в маленькие. 15 тысяч тонн. Значит, Boeing 747, самая большая модификация, на взлете полностью заправленная с пассажирами и грузом, ну, примерно 400 тонн. Но это типа почти 40 Boeing. В мире в год производится 100 миллионов винчестеров. Из них только 17 миллионов пригодны для того, чтобы хранить информацию россиян. Получается, что на полгода потребуется годовое мировое производство 4-терабайтных винчестеров. Необходимое оборудование будет стоить, первоначальное, будет стоить около 3-х триллионов рублей. Для того, чтобы оборудовать новое помещение для обработки данных, потребуется техническое помещение, климатическое оборудование, энергообеспечение, охрана и противопожарная системы, магистральные линии связи, физическая охрана, обслуживающий персонал. Что касается системного обеспечения для обработки и хранения данных, его пока нет. По подсчетам специалистов, стоит оно будет дороже материальной части вопроса. Власти страны прогнозируют, что Россия сама займется производством оборудования и системного обеспечения. Однако подобного исторического опыта у нашей страны нет, как и во всем мире. Таким оборудованием придется оснащать всех операторов связи. Именно они должны будут вложиться в это. Следствием этого станет резкий скачок тарифов на услуги операторов. Оплата всего нового оборудования ляжет на плечи самих россиян. Людям придется платить по счетам в 3-6 раз больше денег, чем сейчас. Но даже если это произойдет, то не обязательно система будет исправно работать. Я бы вот как инженер хотел бы остановиться на каком вопросе. Вот если мы строим дорогу, это не значит, что мы строим транспортную сеть. Если огромное количество операторов делают свои системы хранения, это не значит, что мы делаем общегосударственную систему безопасности. То есть кусочки – это не целое. То есть надо создавать единую централизованную систему. И единую централизованную систему надо проектировать сверху. То есть это инженерная, проектная работа. Это не то, что приняли закон, дали команду, и там огромное количество операторов что-то делает, и в итоге что-то хорошее получается. Эксперты предполагают различные пути решения. Например, сократить время хранения с нескольких лет хотя бы до 12 часов, что трудно реализуемо для операторов. Даже при таком недолгом сроке хранения некоторые операторы не смогут обеспечить себя необходимым оборудованием. Они просто-напросто уйдут с рынка. Так что интернета, связи и телевидение, даже в случае хранения данных в течение 12 часов, лишатся треть россиян. Поэтому все должны понимать, что закону быть, закон надо исполнять, но исполнение его в наших российских реалиях возможно уже готовится как реализация передела рынка. И именно сообщество крупных операторов готовится рынок разделить. Да, мне остается только закрываться и любиться за свои права. Как и многие мои операторы, которые представляют мои знакомые, малые операторы. Нам просто нет другого выхода. Нам не полезно прикрывать глаза и так далее. Мы не можем построить это хранилище данных. Оно нас просто убивает. Обсуждение вопроса на этом совещании перешло в дебаты. Некоторые эксперты сходились на том, что пакет Яровой все-таки будет принят. Сопротивляться с этим бесполезно. В таком случае возможно сейчас взять в свои руки ситуацию посредством объединения сил операторов. Обсуждение проблемы, нахождение путей решения. Что сейчас уже происходит? Ну, закон принят. Сейчас даны поручения президента правительству. Готовят соответствующие поднормативные акты. И мы хотим принять участие в их подготовке. С тем, чтобы они соответствовали возможностям операторов и уровню технологий, которые есть в стране. Эксперты также считают, что этот закон не имеет смысла. И стоит бороться за его отмену или пересмотр. Поскольку противников пакета Яровой по всей России достаточно много, власти страны предлагают проголосовать за отмену этих поправок. Сейчас делать это можно на портале Госуслуг. 62 миллиона рублей. Такую задолженность по заработной плате удалось сократить, а на отдельных предприятиях и вовсе ликвидировать органам прокуратуры. Сегодня прокуроры подводили итоги работы за полугодие. На расширенном заседании побывала наш корреспондент Марина Комиссарова. В минувшем полугодии прокуроры области выявили 18,5 тысяч нарушений. Почти 5 тысяч лиц привлечены к административной ответственности. Возбуждено 128 уголовных дел. С такой статистики начал расширенное заседание коллегии прокурор области Олег Черныш. В своем докладе он обозначил основные сферы и направления, по которым работают сотрудники, выявляя нарушения прав и свобод граждан. Среди таковых, например, распространенные в последнее время задержки заработной платы. В результате принятых органами прокуратуры мер удалось ликвидировать задолженность по зарплате в размере 62 миллионов рублей. С учетом непростой ситуации на рынке труда, не менее важным оставался вопрос соблюдения законодательства о занятости населения. В результате проведенных проверок прокурорами выявлялись нарушения при расходовании бюджетных средств, выделенных на создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов, при организации оплачиваемых общественных работ, при выплате пособий и другие. Прокуратура неустанно осуществляет надзор за соблюдением интересов несовершеннолетних и молодежи, пресекает нарушения в сфере образования, здравоохранения, жилищных и других прав. В своей актуальности не теряют вопросы соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Актуальной проблемой в области остается обеспечение безопасности дорожного движения. В ходе проведенной проверки прокурорами в данной сфере выявлено более 1000 нарушений в деятельности органов власти, местного самоуправления, подрядных организаций, что в три раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Пристальное внимание органов прокуратуры уделяется вопросам неукоснительного исполнения органами государственного контроля при осуществлении внеплановых проверок среднего и малого бизнеса и предпринимательства. Ключевыми в минувшем полугодии оказались вопросы исполнения законодательства в сфере использования и охраны лесов и водных объектов. В постоянном поле зрения прокуроров, как и прежде, остаются вопросы надзора за исполнением законодательства в области противодействия коррупции. Не снижалась роль прокуроров в гражданском, арбитражном и уголовном процессах, как защитников прав и свобод граждан. На заседании присутствовали не только представители органов власти и районных прокуратур, но и заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский. Итогами заседания стал комплекс мер, направленный на совершенствование эффективности деятельности прокуратуры, как многофункционального надзорного органа. Нередко случается так, что, выезжая на съемку по одному вопросу, наша группа возвращается совершенно с другим материалом. Вот и сегодня произошла похожая ситуация. В социальной сети появилось сообщение об очередном провале Польши в районе гор-рощи. Увидев съемочную группу, жители района подтянулись к месту событий, и заодно поделились негодованием по поводу работы местных жилищных компаний. Обо всем по порядку расскажет Оксана Тебенихина. Вот она, очередная рощинская яма, образовалась на пересечении улиц Островского и Политаева. Размеры весьма внушительные. Полтора на два и глубина около трех метров. Аварийная служба провала цепила весьма оперативно. Рабочих в округе мы не обнаружили. Буквально неделю назад на улице Пушкина произошел сильнейший прорыв теплосети, в результате чего пострадало несколько квартир. Их буквально затопило кипятком. И вот история повторяется. Правда, не так масштабно, но все равно приятного мало. Произошло повреждение трубопровода. В течение получаса силами предприятия тепловых сетей были предприняты все необходимые меры по локализации и отключению данного аварийного участка. На сегодняшний день силами предприятия проводятся работы по ремонту данного участка. Необходимо отметить, что отключенными от горячей воды остаются 17 жилых домов, детский садик номер 160 и детская поликлиника номер 5. Возобновление подачи горячего водоснабжения планируется 5 августа в 13.00. Буквально в 100 метрах от места провала расположилась яма побольше. Здесь она уже несколько дней. Судя по всему, выкопали ее для проведения плановых работ. Хотя у жителей близ лежащего дома мнение иное. По словам одного из жильцов, работы здесь проходят как раз таки аварийные. Дом 50 с лишним лет, из них 40 с лишним заливаются водой. Прорыв ли водопровода, канализация или отопление – полный подвал воды. Запах расходится по квартирам. На первом этаже магазин находится, то есть, например, на них запах присутствует. Мы уже замучились обращаться в ЖЭУ. Никаких мер не принимают. Оказалось, что очередной прорыв трубопровода стал причиной уже привычного потопа подвала дома номер 3 на улице Островского. От вечно парящих болот под квартирами жить в доме стало непросто. Хотя бы потому, что обосновались здесь в основном пенсионеры. А такая влажность весьма пагубно влияет на их физическое состояние. Полный подвал воды, слизень водится. Потом древоточица залилась. Может быть, крыс тоже бывает. Пройдя вглубь двора, наш сопровождающий Владимир вспомнил, что и тополя, вымахавшие выше крыши, никто ни разу не опиливал. А ведь мужчина сам, будучи совсем юным, высаживал молодые деревца. А теперь вот ждет, когда же одно из них упадет на его дом. А началось все с того, что трубы не выдерживают напора воды. Потому что делают их такое ощущение, что из прессованных опилок. Вот так бывает, выйдешь на улицу с микрофоном яму поснимать, а возвращаешься с целым мешком человеческих переживаний. В результате аварии в Клепяковском районе погибли 4 человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Рязанской области. Авария произошла в четверг, 4 августа, на дороге Рязань-Касимов. По предварительным данным, водитель легковушки уснул и выехал на встречную полосу. Водитель грузовика «Вольво», увидев выехавшую на встречу «Ладу» 15-й модели, пытался уйти от столкновения. Однако аварии избежать не удалось. В результате происшествия водитель, а также находившийся с ним трое пассажиров, в том числе двое детей, в возрасте 7 и 10 лет, от полученных травм скончались на месте. Во время движения дети перевозились без детских удерживающих устройств и не были пристегнуты. Вследствие чего их выбросило из салона авто. В пятницу, 5 августа, организованы доставки зрителей на конкурс «Авиадартс» на автобусах к авиационному полигону в Дубровичах не будет. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса. Рейсы отменили в связи с изменениями в программе международного конкурса. Основные мероприятия пройдут в субботу, 6 августа. Как мы уже сообщили, в этот день зрители с 7 до 11 утра будут доставлять на автобусах из Рязани. Отправиться в Дубровичи можно будет от автовокзала «Приокский» и торговых центров «Круиз» и «Глобус». Обратно развозить зрителей будут с 12 до 16 часов. Проезд в одну сторону обойдется в 50 рублей. Мы продолжаем рассказывать о путешествии рязанских исследователей. Так, вчера вечером прошел очередной сеанс связи с Михаилом Малаховым. В данный момент он находится со своими спутниками на яхте у берегов Шпицбергена. О приключениях и опасностях, с которым приходится сталкиваться исследователем севером, в следующем материале. Экспедиция Рязанского отделения Русского географического общества прибыла к северному побережью Шпицбергена. Руководитель экспедиции Михаил Георгиевич Малахов во время сеанса связи с Рязанью рассказал. Погода сейчас солнечная, ветра практически нет, легкий бриз, но пережили достаточно неприятные моменты в предыдущие сутки. С западной стороны Шпицбергена достаточно сильный ветер, волна сильно качала. Некоторые участники прошли через приступы морской болезни, но сейчас вышли на такой хороший стратегический простор. Примерно нам осталось 50 миль до крайней северной точки. Признаков льдов пока не видим. Ледовая обстановка на севере Шпицбергена пока благоприятная. Плавучие льды удалены примерно на 50 километров от побережья. Тех дней, пока путь на юг свободен, должно хватить, чтобы исследователи разыскали геодезические знаки, установленные учеными в конце 19-го, начало 20-го веков и до сих пор еще не найденные. Два года назад рязанцам помешали найти их как раз полярные льды. На этом у меня все. Новости вы можете увидеть также на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера. Редактор субтитров А.Семкин